Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы я зачитаю письмо девушке, там свои рекомендации, видео такое более вот у нас психологическо-индивидуальный разбор не про отношения. Сразу скажу, что с позволения девушки я сократила у нее письмо, потому что там было три листа в Word документе, это очень долго было бы читать, потом еще на это все отвечать. Я сократила по ее разрешению письмо, я уберу часть, которая там про отношения и взаимоотношения, она приводит несколько примеров, хорошо расписанные ее отношения с мужчинами, там есть и про турка история, но я уберу эти абзацы, я хочу дать сфокусироваться, потому что запрос девочки на ее личное, да, как мне изменится, что мне делать, как выйти из вот этой ситуации и так далее. И я хочу сделать акцент на ее личность, да, что она о себе пишет, какие у нее есть проблемы, с чем она сталкивается, что мы с этим можем в принципе делать, в общем, так что давайте приступим. Мне 28 лет, я живу в Минске, немного о себе, я приехала учиться из другого города, осталась здесь работать, обзавелась жильем. Я работаю в сфере логистики, работа у меня, конечно же, нервная и энергозатратная, но в последние годы я на руководящих позициях. Люблю активный образ жизни, путешествия, спорт, я всегда открыта для какого-то общения, для чего-то нового. Я считаю себя симпатичной, привлекательной девушкой, которая следит за собой, но и не доллар, конечно же, чтобы всем подряд нравиться. Девушка прислала свои фотографии, также в письме прилагала, чувствует правду. Последние серьезные отношения закончились у меня в 2018 году, которые знатно потрепали меня, они длились 4 года, времен универа еще. В отношениях я была жертвой, это была больная любовь, но тогда я этого на самом деле не понимала. Каждые несколько месяцев мы то сходились, то расходились, была очень сильная эмоциональная зависимость у меня от этого человека. Также он очень-очень быстро познакомил меня со своими родителями, и они приняли меня в семью. Я очень подружилась с его мамой и братом, мы общаемся с ними по сей день. Видите, да, ей девушке нужна была семья на самом деле, его родители, а не он. С ним нефротическая любовь, а ему и ей нужна была семья. Они заменили мне отчасти семью в чужом городе. Ждала я его из армии, затем прожили пару месяцев и расстались. Но по итогу он уже сейчас женат на девушке, с которой периодически, оказывается, изменял мне все те годы, которые мы были вместе. На данный момент я сейчас общаюсь просто так с тремя своими бывшими, они мне как друзья. Тут небольшая коррекция, скажу, что вот здесь я отрезала этот кусок про рассказы про этих трех парней бывших, все активно мне девушка объяснила. Хочу отметить из этого вывод какой от себя, скажу, что она со всеми оставляет какие-то, ну, в среднем она со всеми общается, со всеми какие-то друзья, оставляют, остаются какие-то контакты, ну, отношений, что-то серьезного с семьей и всего прочего нет. То есть бывшие, они становятся, знаете, какой-то шлейф этих бывших тянется где-то в каком-то общении без планов каких-то, без подоплетики сексуализированы. Но как какое-то общение, я скажу, что вот это чувство единения девушки нужно, она не может расставаться, назовем так вот, резко обрезать с людьми. То есть ей больно расставаться, сам процесс, я предполагаю, он болезненный, неприятный, поэтому мы тянем вот этим шлейфом, их, скажем так, делаем безопасными, удобными, где-то нужными. Мы находим этому оправдание, зачем мне нужны эти контакты, и так эти контакты и тянем, собственно говоря. На данный момент я сейчас общаюсь просто так с тремя своими бывшими, они мне как друзья, просто потому что скучно, и все они далеко, мы не встречаемся. Может, конечно, это магнитные бури, либо что им всем нужно в один момент, то они все вместе появляются в моей жизни, то никого вообще на горизонте нет. То есть такое периодическое дружеское общение. А вот построить отношения с кем-то из моей страны я не могу. Наши парни не привлекают меня по менталитету и многим другим вещам. Также я заметила, мне нравятся взрослые мужчины, чтобы были на 8, 10, 12 лет старше меня. Почти все мужчины, с которыми доходило до постели, стабильно, каждый прилично старше меня. Молодые как будто меня не привлекают. Были, конечно, некоторые такие мимолетные увлечения с мужчинами из моей страны, но они еще хуже турков. Черт ногу сломит, что у них там в голове происходит, и что им нужно, вообще не догадаешься. Хотят ничего не делать, и чтобы женщина была самостоятельная, всемогущая. Как-то с французом пробовала живущим тут встречаться. Он меня водил по ресторанам и все такое. Хотел, на самом деле, мне кажется, переспать со мной. Я не соглашалась. И так мы пробовали три раза, ходили в рестораны, встречалась. Отчего в последний раз он закипел от одного моего слова, которое ему не понравилось. Ну, в итоге мы уже окончательно с ним перестали общаться, заблокировали друг друга. В общем, в итоге так ничего у нас и не получилось. И вот палка о двух концах. С кем-то близко и быстро сближаешься, получается плохо. С кем пробудешь, постараешься, пробуешь не делать этого, так быстро встречаться и сближаться, тоже плохо. Еще немножко о себе. Я из полной семьи, но мой отец был холоден со мной. Мама с ним часто ругалась. И по сей день они так живут. Я туда стараюсь вообще не лезть, чтобы не выбирать чью-либо сторону, так как сама потом от этого страдаю. Но с отцом уже не разговариваю больше месяца. Был с ним скандал, и это уже у нас было не впервые. Но в этот раз как будто для меня уже был просто какой-то финиш. И я поняла, что он близкий мне человек только по названию, а не действительно как отец. Хотя я и делал в детстве, наверное, все, что нужно было для меня, как для ребенка. Что от него требовалось. Я тогда не нуждалась в чем-либо материальном. Велосипед, компьютер, в лагерь. Хотелось бы в разумном плане, как у всех. Но родители жили постоянно в скандалах. Это были какие-то американские горки. И думаю, это повлияло на меня. Так как мне всегда нужно было защищать маму от него, вступать с ним в перепалку чуть ли не на равных. И так до сих пор по сей день. Я всегда была самостоятельной. Живу самостоятельную жизнь. Сейчас зарабатываю и обеспечиваю себя сама своим трудом. Я купила себе машину, о которой я мечтала. У меня все в порядке. Никто из мужчин никогда не давал мне денег на что-либо. На какую-то беззаботную жизнь. Но когда мне нужно было занять у него какую-то маленькую сумму денег. Ну максимум 300 долларов. Бывали тяжелые моменты. Мне пришлось чуть ли не выпрашивать, на что он отказал мне. И я окончательно поняла, что на этого человека я не могу рассчитывать в жизни. И со всеми своими вопросами я должна справляться самостоятельно. Это про папу. Есть только единственный человек. Это мама, которая меня всегда поддержит и мне поможет. Здесь я остановлюсь и сразу дам объяснение. Совершенно верно сказали про папу. Что у вас считывается в вашем поведении? У вас есть желание, скажем так, отношений. Но у вас нет доверия. У вас нет доверия к мужчинам. У вас вроде бы... Вы выбираете мужчин трудных, подальше, на расстоянии. Те, которые рядом нам, конечно же, не нравятся. Мы хороших не встречаем. Потому что мы их не выбираем, естественно. Таких, которым точно у меня ничего не получишь. Это страх отношений на самом деле. А папа, почему... Как это заложилась вся эта история? Папа не был для вас доверительным взрослым. Этим доверительным взрослым была мама. Потому что мам... Почему вы маму всегда спасали? Мама жертва у нас в треугольнике, карту на родителей. Чаще всего в позиции жертв прибывают. Ну, то, что, знаете, хорошо опровоцируют папу там, конечно же. Конфликты не просто так бывают. Вы у нас спасатель. Всегда были в детских... Вот в этих семейных ваших отношениях, родительской семье. И вам... Маму было выгодно, назовем так, спасать. Мама чем притягивала? Она сказала так, я маму спасаю, а она мне поддержку поможет. Я к ней могу обратиться, сказать самое секретное и так далее. Откровенничать. В общем, она мой доверительный взрослый. Но мама с позиции жертвы не могла стать вам внутренней опорой. Да, вашей самооценки, что я уверена в себе, мне все бесстрашно. У меня есть такая мама, если что заступится. У вас запрос был к папе. И папа вам его год за годом не подтверждал. У вас есть разочарование в папе и неоправданные надежды. Если вы скажете, ну, зачем на родителей рассчитывать, надо быть самостоятельным, что девушка описывает. Да, но если мы берем, например, книгу Петрановской «Тайная опора», почитайте, послушайте, книжка, ну, такая поверхностная, легкая. Ну, там важные моментики есть для тех, кто вообще с этой темой не сталкивался. Так вот, для ребенка в детской психологии я вам что хочу сказать? Это очень важно, это автоматически, это инстинкты, когда мы рождаемся, наши внутренние опоры, наши самооценки, наши уверенности, закрытие нашей тревожности, наша безопасность. И это все поведение наших родителей. Ребенок считывает от родителей, так себя чувствует. И у девушки был запрос этой «Тайной опоры» к папе. И это логично, это нормально. Но папа не оправдал, потому что папа был холоден, не участвовал, папа закрывал материальным, лагерь оплачивал, велик, пожалуйста. Но добрых слов, любви, поддержки, вот этого всего не было. Папа, видимо, был безучастный в семье и сфокусирован был максимум на конфликт с мамой, заточка была, да, они там что-то делили, ругались, постоянно дьявол перетягивали. Короче, вот так они жили, как на порховой бочке, как американские горки, девушка сказала. То есть, по факту у них вот, назовем так, папа с мамой не очень здоровые отношения были. И этот запрос на закрытие тревожности, уверенности, заботы и поддержки был к папе на самом деле. Девушка его не реализовала. А от папы у нас это переносится на мужчин, на отсутствие доверия, страх отношений, пример не очень хорошего у родителей получается. Вот она, вся история вот эта сформировалась. И дело не в том, что долго ты общаешься к себе, подпускаешь партнера или быстро высходит. Здесь вообще не про эта история, а про выбор партнеров не тех. У вас, если вы примеры, которые давали, у вас все были парни не про то. Они где-то, а вы выбирали мужчин, с которыми не получится. И не важно, здесь нет акцента, быстро я к себе подпускаю или долго тяну. Здесь в принципе идея того, что это не мое. У нас ничего не получится. И вот для вас чем дальше, чем не получится, и еще как-то, тем лучше. Спокойнее, безопаснее, не будет развития отношений, не будет рисков, как у мамы с папой не получится. И такой мой муж ужасным, как, например, мой папа холодным, неподдерживающим, безучастным не будет. И 300 баксов даже не занял и так далее. Вот эта история про деньги, она просто показательная. Вот, ваше разочарование в папе. Это история, иллюстрация, но по факту это и есть иллюстрация вашего внутреннего морального разочарования в вашем папе. Ваших неоправданных ощущений, надежд в отношении. Вам не 300 баксов надо было, а надо было почувствовать протекцию за спиной. Если у меня что-то проблемы, я могу в папе прийти, у меня денег нет, но он мне мог хорошим словом поддержать. Сказать, доченька, все будет нормально. Вот чего вы на самом деле, ваш запрос деньги, то есть закончили то, что мама поддержит и поможет, но я сама стараюсь маме помогать всегда, когда могу. Просто деньгами, либо подарками, могу купить ей вещи, которые она любит или очень хочет, но не может себе позволить. Или какие-то дорогие покупки для дома, для нее. В общем, короче говоря, маму не обхожу вниманием. Моя проблема в том, что я не могу построить отношения с мужчинами. Также обращаю свое внимание в последние 3-4 года на мужчин постарше. Плюс для меня еще важно, чтобы человек был при этом более-менее обеспечен. Ну, логично, увы, у вас есть что-то свое заработанное, вы тоже размениваться на кого-то не хотите, у кого ничего нет. Меня пугает наша стандартная жизнь многих семей, где женщина и мужчина впахивают как лошади, тянут детей за последние деньги и во всем себе отказывают. А я стараюсь сама заработать и хочу такого же мужчину себе с общими интересами, целями, который любит путешествовать, такой же активный, как и я. Да, встречаются, конечно, мужчины, которым и я очень нравлюсь, но у меня к ним теряется интерес, когда я понимаю, что с мужчиной все ясно. Либо он стандартный типаж нашего белорусского мужчины, мне уже смешно и грустно, так как я не понимаю, кто мне нужен и как мне над собой работать. Меня пугает, что у меня нет отношений и даже намека на то, чтобы с кем-то создать семью. А мне этого хочется, потому что вы очень сильно при этом же этого боитесь. Мужчины пугают, а вы хотите семью. По итогу мне кажется, что я нереализованная по сравнению с моими подружками, у которых есть семьи, дети, их стандартная жизнь. Иногда я кому-то рассказывала свои истории жизни подружкам, и у них волосы тыбом стояли чуть ли не. Затем я перестала с ними практически общаться, так как нет у нас общих интересов. Я боюсь такой стандартной жизни, которую живут некоторые мои подружки и ваши родители. Возможно, в детстве я уже насмотрелась на примере родителей. Я была как ежик между отцом и мамой. Иногда я видела примеры, как мирно с любовью разговаривают друг между другом дети с родителями или родители между собой. И даже удивлялась тому, что думала, так что можно разве? То есть в вашей семье группа с криками и так далее. И вот я пытаюсь разобраться, что мне делать. Это одна из составляющих, которая меня беспокоит на данный момент. Также мне кажется, я не совсем умею выстраивать взаимоотношения с людьми. У меня есть одна-две близких подружки, кстати, это достаточно проверенных временем на сегодняшний день. Все остальные время от времени приходящие или уходящие из моей жизни. Кто-то ближе становится, кто-то дальше, но я и не навязываюсь никому. Живу по принципу лучше одной, чем непонятно с кем. Но от этого мне бывает и одиноко. Часто провожу время одна. Сейчас я играю в большой теннис, хожу на бокс, катаюсь на велосипеде. И я придумала себе кучу всяких активностей, которые могу делать самостоятельно, чтобы не нуждаться в ком-то. Но это тоже не весело порой. Смотрю, как девчонки сидят за коктейлями, общаются на летних террасах и за разговорами немножко завидуют, честно говоря. Мои две близких подружки, потому что живут в Европе, мы видимся очень-очень нечасто. Мне не хватает этого общения. Но так было не всегда. Порой у меня есть подруги и общения сверх овер много, но как будто в последние годы мое чувство одиночества обострилось. И это лето заставило меня подумать о многих вещах и сделать выводы о дружбе, о людях. Я чувствую себя каким-то одиноким ежиком в последнее время. Иногда думаю о переезде в какую-либо другую страну. И эти мысли в моей голове уже около семи лет. Но я так и не решилась на какие-либо действия, особенно сейчас. Думала о переезде в Стамбул очень много. Учила немножко язык. Он мне легко дается. Также я ходила к астрологу. И даже она мне сказала, что мне нужно обязательно переехать, так как энергетически эта страна для меня плохая. И счастья мне тут не видать. Сказала любые страны, кроме арабских. Заранее большое вам спасибо, Галина, за уделенное мне время. Так, вопроса как такового, да, типа, что мне делать не было, я вам скажу. Вам точно 100% нужен к психологу, потому что вы запутались, вы не знаете, что делать, как поступать, как себя вести, с чего вообще начинать менять свою жизнь. Честно, как психолог вам скажу сейчас, что переезд в другую страну даст вам облегчение на время. Но в итоге вы себя не найдете. Это будет отсрочка, перемены обстановки, новые, скорее всего, депрессия, тяжесть. Вообще переезды это очень тяжело, это адаптация на 2-3 года вас выбьет из колеи. И вопрос, а оно мне надо вот такими, скажем так, тяжелыми событиями перебивать вот это одиночество, вот эту ханру, которая у меня сейчас есть. У вас есть уникальная сейчас возможность, у вас есть стабильная работа, руководящая должность, у вас есть деньги, у вас есть время. Вот уберете одну активность какую-то из своей жизни, там, знаю, теннисбок, там, еще что-то, и в это время ходите к психологу. И разбирайте. Вам точно нужно научиться выстраивать прочные взаимосвязи. У вас наблюдается, но я не могу констатировать, мы с вами не общались, избегающий тип привязанности. Вам очень сильно хочется, но когда что-то наворачивается, что-то подходящее, какой-то парень, вы быстрее в нем разочароваетесь, бежите от него, говорите, нет, 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 не подходит. И вообще вот такую стандартную, тусклую, унылую, грустную жизнь, как у моих родителей, как у моих подружек, когда надо тянуть все плохо, и вот это-то там мучится, короче говоря, на самом деле. Вы боитесь очень сильно мучиться в браке. Брак вам страшен, мучениями, потому что эти мучения вы видели у своих родителей, вы видите где-то у своих подруг. Вроде бы они там, типа, счастливы, но вот это вот ощущение боли, мучений и страданий. Многие скажут, ну, не всегда же хорошо бывает, что-то нас ждет. Ванильно, классно, будет не всегда, если есть трудности. Совершенно верно. Знаете, в чем прикол, чтобы понять эту девушку? Дело в том, что пока у вас, например, было какое-то беззаботное или более-менее какое-то другое детство, она мучилась уже. Она с рождения мучается, она с рождения, знаете, в чем она играет? В ролевой модели семьи своих родителей. Она у них медиатор в отношениях мамы и папы, она у них спасатель, медиатор, у них классический треугольник карпона, там, скорее всего, родительский. И она вот в этих мучениях, она в браке, назовем так, не в семье родительской, где ее должны поддерживать, защищать, любить, выращивать ребенка, родителей, вкладывать. От нее и показывают крики, ругань, скандалы, ее вот так туда и сюда, как медиатор, она должна бежать, спасать, маму защищать. Она варится в отношениях вот этих нездоровых, мучительных, с самого начала. Соответственно, девушка, как будто бы, назовем так, свой брак уже с родителями вместе прожила все эти годы. Она уже устала от этих отношений нездоровых, больных, и она от них сбежала подальше, в другой город, самостоятельно, стала официально. Она не была никогда ребенком. То есть у нее было детство как бы, но так как она участвовала в играх семейных папы и мамы в их отношениях, как член, участник, как взрослый, она ребенком по факту не была. Она была взрослой, спасателем, который скреплял вот этот брак, вот эти узы. А у нее запрос был детства, я хочу детства, я хочу поддержки, я хочу участия в любви, дайте мне опору, закройте мне тревожность. Папа желательно бы это сделал, как по схеме ее развития психики и нормальные запросы, как и должно быть, но она этого ничего не получила. То есть она уже плюнула, бросила, такая, ладно, все, окей, вы меня трепали, мучили, я буду официально взрослой, сваливаю от вас самостоятельно, что она и делает. Она вообще более-менее успокоилась, но выстраивать доверительные, не избегающие любовные отношения она не может. Почему? Потому что это страшно, это опасно, я уже вон сколько намучилась, условно, 20 лет до этого. Соответственно, сейчас опять в такое что-то ступает, у нее уже есть страх вот этого образа, что будет вот так. Или будут какие-то трудности, проблемы, то есть вообще все, что касается каких-то трудностей, все вопросы, у нее нет веры в нормальные здоровые отношения. Она не знает, что это такое. Девушка не может вообще понять, принять, что как можно поддерживать, не ругаться, любить друг друга и так проходить совместно с партнером трудности. У нее четкий запрос постарше, наручки, к папе, защита, спокойствие. У нее запрос остался тот же из детства, это ребенок на самом деле взрослый, который в образе взрослого самостоятельно, деньги зарабатывая, активность, есть на себя рассчитывая. А в душе это ребенок, который ждет папу, которого должны пожалеть, дать заботу, поддержку, чтобы она при котором могла раскиснуть, где-то поплакать, сказать, так, все, собирайся, все нормально, я тебе помогу. А она думает, о, у меня папа, если что, папа за моей спиной. За спиной у нее папы нет, никогда не была. Она была за спиной своей мамы, спасая ее от папы. Вот что у нее было. Папа вообще враг там на самом-то деле. Ле-ле, в этом треугольничке, который у них там варился, она же от него спасала, он что-то в позиции агрессора был. Короче, вам это все надо расковыривать, смотреть, чего как, учиться выстраивать здоровые, прочные взаимосвязи, не только с мужчинами, но и с женщинами, с друзьями, с социуми. Вы стараетесь сейчас автоматически сбегать, поэтому вы думаете, что я независима, это все классно, я такая вся. На самом деле вы отгородились от людей, от вот этих контактов, которые вас пугают. Вы взяли дистанцию, обеспечили свою, скажем так, жизнь социальную, зарабатываю деньги, досуг, все есть, но при этом чувство одиночества. На самом-то деле мне принадлежать к обществу хочется, это ваш запрос. Вы просто сейчас спрятались, максимально постарались это комфортно обустроить, но вот это ощущение, это лето вам дало почувствовать и понять, что что-то не то. Но это счастье мне не дает, поэтому, да, верно, поэтому для счастья мы идем кое-куда к психологу, на самом деле, начинаем этим заниматься. Не бежима от проблемы в другую страну. Потратите кучу денег, потеряете стабильность, счастье, ну, как бы я так скажу, про личность. Это может хорошо выстрелить ваш переезд. Если вы там найдете здоровые отношения, вцепитесь в этого человека, перестанете там свои страхи преодолеть, замуж выйдете, он пока что может быть по-нормальному, здоровые отношения. Доверять, любить, это идеальный вариант. Ну, то, что так произойдет, это очень маленький процент, это очень трудно сделать. Вам проще остаться там, где вы есть, на месте, решать свои проблемы личностные через психолога, через терапию. Вот что вам нужно сделать. Если мы про психологию берем, с чего бы я начала работать? Вот, естественно, мы подковыриваем папу, маму, смотрим обиды, выходим, наконец-то, из треугольника и перестаем маму спасать. Покупая подарки, вот это вот все, до сих пор вы маму спасаете. Вы, конечно, там типа не участвуете, но вот это последнее с папой, я уже месяц не говорю, у вас обида на него жесткая, она тянется. Вы все равно этими эмоциями в этом союзе, вы все равно там торчите, вы реагируете эмоционально, значит, вы подключены, вы не свободны, вы все в этой схеме. Нам это надо отрезать, стать официально взрослой, позволить маме стать взрослой. Это не говорит о том, что я не буду ей дарить подарочки или там не давать внимания. Нам надо научиться по-другому с мамой говорить, чтобы маме, если не нравится, он с папой разводится в конце концов. Вы не должны сдерживать, вы до сих пор продолжаете поддержкой этой, скреплять этот союз. Вот так вот вам скажу. Без вас все нафиг развалится, они все это, все это втроем понимаете прекрасно. Дальше. Про отношения, образ. У вас нет четкого вообще понимания ни про планы на жизнь, я вам скажу больше. У вас нет четкого ощущения, знания своего желания. Как я себе вижу, представляю. У вас есть желание. Хочу в формате, да, хочу семью. Хочу быть не одна, хочу любви, партнера, там, поддержку, да, любовь. Но как это должно выглядеть, образ от желания к визуалу, у вас этого нет. У вас нет четкого прицепа, что вы боитесь. Надо разобраться в этом страхе, почему я боюсь его, скажем так, развентить, разрушить этот страх. Выстроить вот этот образ, как я хочу, чтобы это видеть. Потом мы подбираем вот этот образ человека, мужчину, отношения, форму отношений, кто, с кем я могу так себя чувствовать, чтобы это реализовать. Вот как бы я начала там, да, с вами работать, например, как я вижу этот процесс. То есть это параллельно. Не просто там, когда приходит психолог, знаете, вот у нас проблемы, и вот начинает в детстве все копаться, параллельно. Окей, окей, но эта история на 3-4 встречи условно. Мы разберемся, все нормально, окей. Но нам надо параллельно заниматься вот этим будущим. Потому что запрос у клиента здесь в письме четко. Мне нужно понимать, чего я хочу, с кем я хочу быть. И у вас есть желание, наконец-то оно появилось. Вы стали понимать, чего вы не хотите. Не хочу быть одна, не хочу того, сего, там, тра-та-та-та. Но у меня есть страхи, которые меня останавливают, и которые мне не позволяли до сих пор сформировать свои четкие желания. Вот сформируете их, и вас потихонечку, скажем так, вы будете чувствовать, как вам жизнь дает. Вот эти вот импульсы, события вам будут приходить, люди в вашу жизнь. И все потихонечку, в строчку будет выстраиваться. Потому что сейчас все это сдерживает страхи. Огромные страхи. И страхи ваши держатся, потому что вы продолжаете участвовать в отношениях ваших родителей. Страхи оттуда, ноги на самом деле растут, оттуда не появились, зафиксировались вообще. Надо нам разрывать с родительской семьей. Вы скажете, и вы писали, я уверена, что вы уверены, думаете, что это все не так, это неправда, я там не участвую. Он с папой уже месяц не разговаривал, маме просто, нет, смотрите, участвуя, зная вообще каши, которая у них происходит, вы в этом участвуете. То есть пока есть ваша эмоциональная реакция, пока ему хочется спасать, защищать на самом деле маму, и скрашивать ей этими подарками ее жизнь, поддерживать ее, вы из мамы позволяете ей быть жертвой, даете ей силы на удержание этого союза с папой. Найдите другую форму поддержки вашей мамы, по-другому. Тут есть в вопросе коммуникации. Мы можем продолжать любить маму, мы от нее не отказываем, не отталкиваем, но мы маму должны перестать спасать, перестать ей компенсировать, перестать компенсировать отсутствие папиной любви, внимания, вот эти скандалы, и все, хватит компенсацией заниматься. Это все и держится. И ваши проблемы, и страхи из вот этого клубочка растут. Вы оттуда все это набоялись, назовем так, сформировали страхи, набрались оттуда. И вот сейчас вот к чему приходите. Вы можете с мамой прекрасно разорвать, скажем так, сглаз вашего женского семейства на несчастье, назовем, да, или на невротизм, на страдания какие-то, на нездоровые отношения. Для этого маме, кстати, не надо разводиться, если что. Маме надо по-другому относиться, маме надо становиться, да, немножко другим человеком, по-другому относиться, реагировать на вашего папу, относиться по-другому к своей жизни, к своей роли, к своей жизни. И пора брать ответственность в свои руки, заниматься собой, любить себя. Вот что. В общем, и целом, ненавижу эту фразу, в общем и целом, у меня аж поводнимляет, бесит. Ну, короче говоря, я вам обрисовала ситуацию, мое понимание вашего письма. Надеюсь, вы к чему-то прислушаетесь, надеюсь, все в вашей жизни справится. Короче, я так скажу, ничего ужасного нет, так что вот очень, я вам скажу, очень многие дети, которые участвуют в родительской себе не как ребенок, а как участник этого процесса, когда ребенка затаскивают родители в свои разборки, медиатора между друг дружкой, спасателем их отношений. Вы это не выбирали, но у вас сейчас есть выбор это все прекратить и жить по-другому, и сделать лучше и себе, и маме, и папе, и всем, и наконец-то стать счастливыми. Вот что я вам хочу сказать. Спасибо всем за ваше внимание. В инфобоксе моя почта. Кто также анонимно хочет написать историю, на почту пишите тему письма, «История от анонима», я видео отдельно сниму, дам какие-то комментарии, исходя из вашего запроса. Если кому-то нужна индивидуальная персональная консультация, психологическая, тоже туда пишите тему письма, консультация, я вам вышлю условия. Кто хочет послушать 4 лекции в телеграм-канале закрытом про здоровое отношение или формула счастливого человека, пишите тоже на почту, я вам вышлю условия. Спасибо за ваше внимание. До встречи в новых видео. Скоро увидимся. Всем пока.